Пришло время представить нашего гостя, коль мы говорим уже о милиции, о, скажем так, о тех недопониманиях, которые могут возникнуть с гражданами, то, конечно же, мы пригласили в нашу студию и активиста, и адвоката в одном лице, это Виктор Смолей, адвокат-представитель дорожного контроля. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Витаем вас. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира «Правоохранительные органы в Украине». Вот на данный момент, вот прошел Майдан, на ваш взгляд, изменилось ли что-то вот в схеме работы милиции после Майдана? Вы знаете, следует отметить, что вот первое время, да, когда как бы произошел, произошли события на Майдане, изменилась власть, люди были с огромной надеждой на то, что действительно справедливость восторжествует и как бы будут защищаться, в конце концов, их права. Они были с огромной надеждой на это. И нужно отметить, что милиция тоже прониклась вот в этот, вот эти первые недели, да, будем говорить так, неделя примерно, вот если взять по сроку отсчет, то действительно, как бы отношение было более человечнее. То есть милиция вообще, ее не было видно на улицах, она где-то пряталась, только граждане, обычные граждане, скажем так. Да, я говорю именно о работе райотделов, о работе следователей, оперативных работников, то есть действительно было отношение человечнее. К сожалению, нужно сейчас отметить, что тенденция очень плохая. Почему? Мне очень жаль, я сегодня слышал очень много хорошего о господине Авакове, мне очень жаль то, что такого специалиста, как сегодня мне его рекомендовали и рассказали о нем, что он хороший бизнесмен, очень хороший организатор, нет, ну простите, не может быть хороший бизнесмен плохим организатором. То есть мы будем исходить, что он хороший организатор, да, он хорошо организовал свой бизнес, он хорошо организовал работу тех органов, которые ему давали для организации, вот, но, к сожалению, он не понимает ту огромную структуру, да, которую ему сейчас доверили. И как мне сегодня пояснили, что все кадровые назначения, он фактически на них не влияет. Ему эти кадровые назначения навязывает господин Ярема, фактически куратор силового блока в кабинете министров. Вице-премьер, то есть Аваков на эти назначения никоим образом не влияет, это все назначения Яремы. Мне очень жаль, что этого человека сейчас используют как некий, как некого мальчика для битья, я не хочу называть его как мальчиком, потому что он действительно, он проявляет себя как, он борец, он борется с тем, как может, да, и пытается отбелить и отстоять свое ведомство. Но, к сожалению, из-за того, что сотрудники и понимание работы остались старыми, он наступает на те же самые грабли, на которые в свое время наступил Юрий Витальевич Луценко. Не может министр все время оправдываться за действия своих сотрудников, не может. Это нужно донести до ведома господина Яремы, который пытается вернуть все назад, расставить снова своих людей и в такой способ просто поменять две системы. Была одна система, которая де-факто руководил Захарченко и, ну, соответственно, это была система Януковича, сейчас они эту же систему хотят уже руководить новой властью. Не будет так, господа, не будет. Опять это, их работа будет в обществе вызывать некий протест. Они сейчас уходят от всех тех деклараций, которые они говорили перед Майданом, что гражданское общество, контроль общества над работой милиции и, соответственно, государственных органов власти, этого нет сейчас. Они опять забыли о тех поручениях, которые им дали общественные активисты, Майдан, люди. То есть опять идет вот этот разрыв, отрыв от людей. О чем свидетельствует, вот смотрите, опять-таки вы сказали перед этим по поводу кортежа, да? Как бы грамотный, умный политик, который, ну, сказал бы, да, действительно, признал бы этот факт, он неоспорим этот факт, что действительно это были их кортежи. Сказал, да, были, простите, но в дальнейшем такого не повторится. Зачем отрицать очевидные факты? Нужно не бояться говорить реально, что вот есть проблема, я постараюсь, чтобы ее в дальнейшем не было. Я ее изживу, я буду с этим бороться, поскольку он является гражданским, который назначен министром внутренних дел, то, соответственно, у него должно быть другое восприятие. Он не должен слушать тех генералов, которые пытаются ему рассказывать милицейские свои вот эти байки, да, внутренние. Он должен отойти от милицейских стереотипов. Он гражданское лицо, он должен отвечать за свои действия. Я думаю, это мое личное мнение, что со временем мы заставим политиков нести политическую ответственность за их личное действие и за действие тех ведомств и тех подразделений, которые они возглавляют. Иначе нам не стоит говорить о том, что мы строим гражданское общество. Что ж, давайте поговорим о люстрации. Вадим, я знаю, что вы являетесь автором законопроекта по этой процедуре. И скажите, в чем она кратенько заключается и, собственно, насколько радостно ее восприняли в стенах парламента. Ну, я не автор, я соавтор. Соавтор. Мы в этом законопроекте, это законопроект 4570, который зарегистрирован в Верховной Раде под этим номером. Мы взяли наилучшее, что было из всех проектов, предлагаемых, и отобразили в этом законопроекте. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня, это уже больше недели, его текст не вывешен на сайте Верховного Совета. Более того... То есть чтение прошло, а не вывесили? Не вывесили его на сайте Верховного Совета. Более того, этот законопроект. Более того, значит, этот законопроект не пускают конкретные лица. То есть даже вывесить на обговоры, чтобы громадственность не знала, что это за законопроект. А что, он настолько радикальный, я хочу понять? Он не радикальный, он очень справедливый, так сказать, этот законопроект. И я хочу отметить, что по этому законопроекту, люстрационную проверку, именно проверку, не нужно путать люстрацию, лиц, которые будут люстрированы, и саму процедуру, это проведение проверки. Это подача иллюстрационной декларации. Пройдут все чиновники, все государственные чиновники, которые или претендуют на соответствующую должность, или занимают соответствующую должность. При этом также пройдут некоторые частники, которые занимаются публичной деятельностью, потому что это очень важно, исходя из того, что эти лица являются публичными, соответственно, их мнение, да, в такой способ, ну, которое будет, соответственно, действовать не в интересах государственности нашей, украинской, а подрывать этот авторитет государственной власти, может существенно влиять на, соответственно, на те моменты, которые у нас существуют. Виктор, ну вот если мы посмотрим на ситуацию через призму, вот беседы, которую мы сегодня ведем, именно правоохранительные органы, вот давайте в контексте правоохранительных органов поговорим. Что, собственно, произойдет с теми людьми, которые стоят сейчас у руля в правоохранительной системе, и что будет с людьми, которые только хотят вновь прийти в эту систему? Для начала те, которые работают, должны будут подать люстрационную декларацию, изложить в ней все обстоятельства, ну, там, согласно требованию этого законопроекта, вот, и пройти люстрационную проверку. Если они ее не проходят, то, соответственно, они являются люстрованными особыми, то есть им запрещается на определенный период занимать определенные должности. На данный момент они не могут претендовать на эту должность. Ну, вот, вот, знаете, что, вот, относительно вот этого вопроса, почему у меня вот возникают именно, ну, какие-то вот недопонимания. Люди уйдут, освободится место, кто придет на это место, поскольку, ну, уходить будут сейчас практически все люди, которые находились до 2014 года у власти, ну, они почти все имеют какие-то прямые или косвенные связи с представителями тогдашней власти. Так что же, тогда получается всех люстрировать, и у нас практически все, мы потеряем весь кадровый резерв, профессионалов у нас не будет. А подготовить новый резерв, это опять же нужны годы, 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 и этим нужно заниматься самых общеобразовательных заведений. Вы знаете, это не соответствует действительности, то, что вы говорите. У нас, по поводу кадров, у нас полное отсутствие этих кадров. У нас есть хорошие кадры именно коррупционеров. В этом, именно в этом мы можем их отправлять на стажировку в другие страны и развивать, вернее, разрушать экономики. То есть, поэтому, господа, не нужно говорить о кадрах, я вам скажу, кадры, вот вы имеете на сегодняшний день, фактически то, что подставляет министра внутренних дел Авакова, этими кадрами, которых ему рекомендует господин Ярема. Вот, что происходит. Я хочу сказать, что если бы господин Аваков нес политическую ответственность, как это в Европе, да, и как это в нормальном гражданском обществе, то он бы подал в отставку. Потому что за наименьшие провинности политическая особа, в данном случае министр, должен просто подать в отставку и сказать, господа, я или не справился, или, к сожалению, я допустил ошибку, найдите достойного. Потому что общество спрашивает и говорит, почему не работает милиция так и так и так, как необходимо, почему и какие проблемы, и что вам мешает, господин Аваков, чтобы милиция заработала надлежащим образом. Мы не говорим о том, что вам мешает. Возможно, недостаточная помощь общественности. Поверьте, у нас на местах столько общественников, нормальных, вменяемых, хороших, порядочных людей, которые, есть сформированный определенный круг лиц, которые прекрасно придут на те должности, которые освободятся. А по поводу профессионалов, я вас хочу попросить, не говорите за профессионалов. У нас существуют одни профессионалы. Профессионалы, коррупционеры, которых нужно из этой власти изъять. И в конце концов, чтобы люди пришли нормальные, которые будут работать во благо государства. Ну что ж, есть комментарии от наших телезрителей. Жанна пишет, точно подмечено про кадры, одних опуги. Леся пишет, мне бынтежить, что люди, які в правом секторе закрывают лице. Честно, людина приховывать ничего не будет. Николай замечает, кто будет производить иллюстрацию? Не окажется, что будут те, кто под таким лозунгом будут производить счеты, как озлобленные, так и бизнес-конкуренты. Ну, в принципе, смысл поста абсолютно понять. Виктор, позвонил человек с конкретной проблемой. Вот что могут сделать жители Харькова для того, чтобы, ну скажем, вести всю ситуацию в правовое русло. Для того, чтобы нелегальные сигареты исчезли, крыша милиции развалилась. Ну и, соответственно, хотя бы дернуть за один столбик, чтобы в будущем, может, вся конструкция рухнет, дай бог. Вы знаете, честно вам сказать, на данный момент очень тяжело ответить на этот вопрос. Потому что вот я знаю, что сейчас на должность, не знаю, утвердили ли, не утвердили ли, на должность заместителя начальника главного управления внутренних дел по Харьковской области пытались назначить или уже назначили господина Гладыка. Это тот господин, который возглавлял святошинский райотдел в городе Киеве, известный, где побили Юрия Витальевича Луценко и остальных. И это тот господин, который участвовал в рейдерских захватах. Так вот, вы знаете, очень, вообще очень проблематично именно касаемо Харькова и Харьковской области. Вообще очень проблематично. И повозвращались старые кадры, которые фактически участвовали в определенных коррупционных схемах. Опять-таки, я это списываю на незнание господина Авакова того кадрового потенциала, который ему предлагается, опять-таки, господином Яремой. Я понимаю это и сегодня мне подтвердили эту информацию. И опять-таки, я понимаю, что фактически человек взял на себя определенную ответственность Аваков, но его просто используют. Вот как я это понимаю на данный момент, что просто его используют, как человека, который не запятнал себя никакими коррупционными связями и никакими коррупционными контактами. Более того, касаемо 10% оставленных на свои должности. Вы знаете, действительно, грузинский вариант очень хороший. И он чем хорош? Что они уволили всех сотрудников милиции. Они были временно исполняющие, по-моему, я боюсь ошибиться. И дали срок на сдачу экзаменов, на подготовку экзаменов, пройти определенный курс занятий и сдать экзамены. То есть, я вот не помню, или 4 месяца, или полгода. Вот точно я боюсь ошибиться. И потом уже эти люди, которые не сдали экзамен, им дали определенный шанс. Те люди, которые не сдали экзамен, их просто уволили и набрали других сотрудников. То есть, в данный момент нужно говорить о том, что у нас опять новая власть отрывается от гражданского общества. Они пытаются нас не видеть. Но не получится так. Потому что появились такие, как правый сектор, при этом то, что говорили во Львове. Появились другие робингуды, которые фактически не дадут никогда власти, какими бы методами репрессий она не пыталась расправиться с инакомыслием, они не дадут им это сделать. Поверьте, почему на данный момент, вот задают мне вопрос, сегодня мне задали конкретный вопрос. Почему убили Сашка Билова, музычка? Почему не захватили тех сепаратистов, которые фактически действуют не в интересах украинского государства? Почему? И возникает у людей, проводится некая аналогия, что здесь получается избирательно. Тех не задерживают и не расправляются с теми. А здесь убивают фактически местного робингуда. Будем так говорить условно. Потому что для людей самих он делал какие-то хорошие вещи. И они об этом говорят. Сегодня подходили ко мне львовяне, нормальные, интеллигентные, муж с женой, которые говорят. Вы знаете, что у нас на месте говорят о Сашке, что к нему обращались, и он, соответственно, помогал людям. Последний период этого времени. И они его ассоциировали фактически как с человеком. Вот представьте себе, бьются, бьются, не могут добиться справедливости. Обращаются к нему, и он как понимал, в такой способ и восстанавливал справедливость. Я не соглашусь, возможно, с методами, каким образом это делалось. Но это делалось от бессилия, от нежелания новой власти в законный способ решать эти проблемы. Что мешало генеральному прокурору или министру внутренних дел отреагировать на жалобы граждан и принять соответствующее решение. Более того, поднялся вопрос, значит, сейчас в обществе муссируется вопрос тех, кто не желает проходить люстрацию, что это будет охота за ведьмами, будет проблема, а не надо ее бояться. Нужно просто жить по совести, придерживаться публичности, при том журналисты в этом помогают очень хорошо. А, соответственно, руководство того или иного ведомства должны надлежащим образом реагировать, придерживаться той же самой публичности, не бояться на внутреннее заседание и служебное разбирательство допускать граждан, когда рассматривается жалоба, и приводить просто публично, показывать чиновникам, что, господа, украл тайно, сделал какие-то противоправные действия, написали на тебя жалобу, мы все это придадим огласке, иди и доказывай законный способ. Виктор, ну вы сейчас обозначили просто идеальную модель какого-то люстрационного процесса. Это правильно. Исходя из украинских реалий, как я себе представляю, вот вызывают меня там кандидата, например, на люстрацию, говорят, ты вот до 2012 года вот там сотрудничал, там работал на госслужбу, например, дальше не пойдешь, давай 500 долларов, мы напишем, что ты сотрудничал, однако не проявлял никакой лояльности. И все за мнемо. И вот протестовал наоборот, и все будет. Это невозможно. Почему? С учетом этого законопроекта это невозможно, во-первых. Во-вторых, вы подаете сами добровольно декларацию, и декларация рассматривается на заседании соответствующей комиссии. То есть это просто невозможно опустить. Оно публично рассматривается, и если вы заявили добровольно, то есть у вас есть выбор. Или подать декларацию, или отказаться от подачи декларации, и вы увольняетесь. То есть у вас есть всегда выбор. На данный момент, вот я по своим собственным наблюдениям, МВД идет на контакты так же охотно, как и до 2014 года. Мало что в этом плане изменилось, и вытащить представителя МВД в студию, а тем более в прямой эфир, все так же практически нерешаемая проблема. Однако мы работаем над этим. Так, сейчас что мы делаем? Сейчас мы задаем последний вопрос нашему гостю, потом смотрим видеоматериал, приглашаем в студию уже представителей непосредственно правого сектора. С ними поговорим, что же они думают о милиции. А сейчас мы задаем последний вопрос Виктору Смолью, адвокат, представитель дорожного контроля. Вот, Виктор, ГАИ. Что вот сейчас с ГАИ происходит на данный момент? Вот коротко обрисуйте, пожалуйста, и что, собственно, делать гражданам? Сейчас увеличилось ли количество дачи, приема взяток на дорогах? Ну вот как дорожный контроль оцеливать ситуацию? После Майдана что изменилось на дорогах? Вы знаете, очень ужасно констатировать тот факт, что люди, которые ничего не понимают в работе госавтоинспекции, к сожалению, вступают с ними в сговор, якобы патрулируют вместе, вместе с сотрудниками ГАИ. И существует некий, ну вы же понимаете, что везде, где есть финансовые потоки или неопределенность с законодательством, рано или поздно люди начинают коррумпироваться. То есть это ужасно. Мы пытаемся вести разъяснительную работу даже с теми, кто в самообороне патрулирует вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Но, к сожалению, не везде это получается. То есть идет некое недопонимание тех процессов, да, и тех защиты тех законных прав водителей, которые они имеют. То есть люди часто становятся заложниками тех субъективных, того субъективного восприятия взаимоотношений, милиционер, водитель, да, сотрудник госавтоинспекции, участник дорожного движения. И поэтому мы по возможности останавливаемся возле таких патрулей, которые, ну как бы совместные с самообороной, и рассказываем, что вы не должны способствовать сотрудникам милиции в незаконных действиях, в незаконных, в беспричинных остановках, ну и соответственно все по схеме. Часто это вызывает некий протест. Потому что, почему это вызывает некий протест, наветь даже у самообороны. Потому что они вместе, они вместе пьют там чай, что-то делают вместе, сидят в смену, патрулируют. Как показал вчерашний день, не только чай. Да, у них идет сращивание, да, вот этих связей и отношений. И они становятся уже как бы одно целое вместе с сотрудниками милиции. То есть сотрудники милиции разлагают тех нормальных людей, да, активистов, тех самообороновцев, которые вроде бы как честные и порядочные люди, но та среда, в которой, опять-таки, это касаемо того вопроса, где оставить 10%, та среда действует на них разлагающе. Вы можете себе представить? То, что касается… Замкнутый круг. Да, замкнутый круг. То, что касается этих моментов, то, что касается сотрудников ГАИ, я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас возвратил, вернулся господин Сиренко, это креатура Еремы, опять-таки, человек Еремы. Он расставил своих руководителей управления ГАИ по всей Украине. И та же самая схема коррупционная, те же самые штрафплощадки коррупционные, ОЛИН плюс, на которые так и продолжаются загоняться автомобили, арешмайданчики, на арешмайданчике. То есть все то же самое. Есть некая команда, вот сейчас пройдет этот период, и все будет по-старому. Так вот, я хочу сказать, не будет по-старому. Мы, дорожный контроль, мы всегда боролись с бесправием, с беззаконием, который проводит действующая власть. Для нас не имеет значения окрас этой власти или кто эту власть возглавляет. Потому что мы за честность, мы за справедливость. Ну что ж, у нас в гостях был Виктор Смолей, адвокат, представитель дорожного контроля. Ну, чтобы, скажем так, конструктивную какую-то точку поставить, все реквизиты есть, наверное, на ваших сайтах, я так понимаю. Конечно, да. И что ж, мы сейчас прерываем этот информационный час. Сейчас смотрим голос Майдана. После этого очередные промежуточные результаты голосования. Я напомню, что сегодня вопрос наш звучит как... Чи выполняет милиция свое призначение? А что вы вкладаете в это понятие призначения? Мы, собственно, от вас хотели бы услышать. Мы хотим от вас почути и промежные результаты мы увидим после голоса Майдана. Залишайтесь с нами.